Вторник, 11 февраля и ближайшие 10 минут вы проведете с командой Курзомского телевидения и программой «Взгляд из Венспилса. События, люди, мнения». В студии с вами Олеся Пшененко. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске мы расскажем вам о том, что сегодня, 11 февраля по всей Европе, отмечается день единого номера вызова экстренных служб 1-1-2. Вы побываете вместе с нами на концерте Раймонда Паулса и Дауманца Калнинша в концертном зале Латвии. Эти и другие новости города Венспилса в нашем сегодняшнем выпуске. Сегодня, 11 февраля, в странах Европейского Союза отмечают день единого номера службы экстренной помощи 1-1-2. В конце прошлого года в городе начал свою работу новый начальник государственной полиции и можно уже сейчас заметить тот факт, что полиция в Венспилсе усилила свою работу. В Венспилском участке полиции на данный момент чувствуется дефицит кадров, поэтому новый шеф полиции привлекает дежурные бригады со всего Курзомского региона. Во время своей работы на службе я часто сталкиваюсь с этой проблемой. Мы упрекаем наших работников в том, что они не знают, как действовать в различных ситуациях. Они не знают, как проходит процесс расследования криминальных дел, не знают оперативной работы. Но нам надо принять во внимание тот факт, что этим молодым полицейским не у кого учиться. Надо отметить, что в Венспилсе для срочных вызовов используется и номер телефона местной полиции, поскольку средства, вложенные в муниципальную полицию, предусматривают в городе регулярные круглосуточные оперативные рейсы. Муниципальная полиция представлена во всех больших городах. И не потому, что самоуправления такие богаты. За годы независимости госполиции уделялось мало внимания, и у нас не было возможностей обеспечивать общественный порядок на таком уровне, как это надо было самоуправлением. Теперь же самоуправления могут нормально всё финансировать. В прошлом году был проведён конкурс на должность начальника Венспилского участка полиции Курзомского региона, и кандидаты подавали свои заявки. Ансис Зандерс был признан наиболее подходящим для этой должности. Профессионалы нужны везде, и если где-то будут предложены хорошие условия для работы, то оттуда они не уйдут. Истина в том, что по возможности профессионалов нужно удерживать. Ещё раз хотим напомнить, что по номеру 112 можно звонить 24 часа в сутки, и этот звонок бесплатный. Номер этого телефона должны знать как взрослые, так и дети. Прошла ещё одна рабочая неделя. Из 3 по 9 февраля работники Венспилской муниципальной полиции выезжали 82 раза на вызовы жителей города. Во время этих выездов были задержаны 11 человек. В пяти случаях нарушители были доставлены в участок Венспилской государственной полиции. Дорожная полиция также сообщила о пяти случаях нарушения правил дорожного движения. Двое водителей были задержаны за езду в нетрезвом виде. В 14 случаях помощь была оказана другим городским службам и муниципальным властям. За эти 7 дней было зарегистрировано 103 административных правонарушения. Венспилская главная библиотека, следуя зимним тенденциям, когда болеют и взрослые, и особенно дети, с кашлем и высокой температурой, в рамках программы самоуправления «Венспилс. Дружественный для малыша город» пригласила желающих на лекцию «Естественное лечение болезней верхних дыхательных путей». На лекции можно было узнать о том, как укреплять иммунитет, лечить насморк, кашель, о значении высокой температуры и как ее контролировать. Например, необоснованное применение антибиотиков. Вы же не слышите, есть шумы в легких или нет, и не можете сами решить, нужно ли принимать антибиотики, насколько сильное воспаление. Поэтому и не надо шутить с ними. Это серьезно. Антибиотики влияют на все бактерии, как на плохие, так и на хорошие, которые находятся в кишечнике и напрямую отвечают за иммунитет. И лет через 20 антибиотики перестанут помогать, потому что мы их принимаем по любому, даже незначительному поводу. Бактерии и вирусы становятся сильнее, они мутируют, потому что каждый хочет выжить. Айя Апсит и работает сертифицированным помощником врача. И на лекции она делилась своим опытом. Например, покупая сиропы от кашля в аптеках, она ознакомилась с их составом. И обнаружила вкусовые добавки, подсластители, консерванты и только потом медикамент. Айя советовала выбирать натуральные лекарства, капли, которые не вызывают аллергии у ребенка. Для лечения простудных заболеваний также подойдут компрессы, массаж, ингаляции, тейпирование носа, лечебные ванночки и общее укрепление иммунитета. Что касается сиропа от кашля. Один говорит, этот сироп хороший, другой говорит, этот сироп хороший. И ты открываешь шкафчик, и эти сиропы уже вываливаются оттуда. А на деле ни один не помогает. И я поняла, что они не помогают, потому что в первую очередь содержат большое количество сахара. А бактерии любят сахар. Также Айя Апсит и сертифицированный детский массажист. И консультирует, как правильно носить и ухаживать за новорожденными детьми. Дипломированный слинго-консультант с правом обучения. Посещала курсы в Германии и Латвии. Она обладает знаниями, которые помогут посмотреть на болезнь под другим углом. Боботтерапия, терапия войта, эргономия, психология младенцев, кинезиологический тейпинг. Освоила кинестетический хендлинг. И все это для нее хобби. Ребенок, конечно, болеет. Этого не избежать. В такой уж стране мы живем, где в основном осенняя-весенняя погода. И нам надо это принять и бороться с этим. Айя говорит, Бог наделил меня талантом находить общий язык с родителями и их детьми. Понимать их потребности не только при помощи слов, но и через ощущения, прикосновения и движения. В Венсполской библиотеке в рамках программы самоуправления «Венсполс дружественный для малыша город» пройдет цикл бесплатных лекций и занятий, предложенных активными родителями Венсполса. В концертном зале «Латвия» в субботний вечер в зале яблоку не было где упасть. И это неудивительно, ведь на сцене блистали две звезды. Корифей сцены, человек которого знает каждый в Латвии и чьи музыкальные произведения и песни сопровождают нас на протяжении всей жизни, композитор Раймонд Паус и актер, певец Даумандс Калниндж. Венсполскому зрителю была представлена программа «Тикшанас Дайле», которая этим творческим тандемом была создана в 2018 году. Поменялось ли что-то в программе за эти два года или все осталось на своих местах, мы узнали у музыкантов. Каждый раз получается что-то лучше, что-то хуже, и это каждый раз по настроению. Он также и поет. Если хорошо себя чувствует, то тогда хорошо звучит, если плохо, то не очень. А уж когда они получают зарплату, тогда уж совсем грустно. Ну, вот как-то так. Первую часть мы играем по-разному, в зависимости от настроения. Вторая часть, пожалуй, такая более фундаментальная. И это демонстрирует работы, но маэстро прав. И, конечно, на это все влияет и звучание рояля, и сам зал. Но я думаю, маэстро, что мы все-таки стабильны. В первой части концерта маэстро Раймонд Паулс и Даумонд Калниндж исполнили цикл из 12 песен на стихи Инессы Зандеры. Во второй части концерта были представлены избранные песни маэстро. Те, которые полюбились слушателям разных поколений. Это и песни из кинофильмов и спектаклей. На сцене звучал не только рояль. Все песни красиво обрамлял струнный оркестр под управлением дирижера Каспарса Адамсонса. Звучали на концерте любимые песни «Маэстро», которые Даумонд исполнилась с особым трепетом и нежностью. Находить талантливую молодежь и открывать ее публике – это стиль маэстро. Мы решили узнать, каково им работалось вместе, и сложно ли было создавать эту программу. И у каждого из музыкантов было свое мнение по этому поводу. Если честно, очень легко было работать. И мы в течение полугода, пока работали, думаю, открывали один другого. Что-то новое в друг друге и с музыкальной стороны. И узнавали друг друга как люди. Было легко общаться. И маэстро в жизни за кулисами – прекрасный человек. На сцене в этот вечер и Раймонд Паулс, и Дауманс общались с публикой и много шутили. А каждая песня – это был небольшой спектакль. Это был такой разговор по душам. И венсполские зрители это оценили. Зал реагировал на то, что происходило на сцене. Смеялся, грустил, подпевал, кто-то даже подтанцовывал. Встречи с такими музыкантами и такой музыкой оставляют в памяти прекрасные, незабываемые впечатления и дарят яркие эмоции. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В субботу в замке было оживленно. Во время мероприятия можно было повеселиться, узнать интересные факты о различных исторических событиях и о том, как в старину изготавливали разные предметы и украшения. Посетители турнира были в восторге от рыцарских боев, старинных танцев и атмосферы, которая царила в этот день в замке. Это были все новости на сегодня. Встретимся с вами в четверг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова